Красота и бескрайние просторы Ненецкой тундры можно увидеть на полотнах Нины Валейской. В Краевическом музее открылась выставка краски родной земли, посвященная 70-летию нашей художницы. На экспозиции представлены разные направления творчества Нины Васильевны. Это картины, графики, эскизы и куклы, которые с точностью до мелочей показывают традиционные костюмы и атрибуты ненецкого народа. Полотна профессиональной ненецкой художницы Нины Валейской хранятся в коллекциях не только нашей страны, но и мира. Своим учителем и наставником Нина Васильевна считает тыковылку, но она смогла выработать собственный стиль. На картинах бескрайние просторы Ненецкой тундры с неповторимыми красками и переливами. Необычным у неё подача идёт человека. Везде ведь человек в среде, в своё обитание. Но человек подан очень так вот не мешающе. Он не мешает природе. Он как бы немножко сливается с ней. То есть он не преобладает. А героичнее, более как-то серьёзнее выглядит природа, действительно пейзаж. И человек очень гармонично, как будто хоть и на первом плане, а как будто чуть-чуть на втором. В этом особенности есть её работа. Картины, представленные на экспозиции, хранятся в фондах Ненецкого краеведческого музея. Также Нина Васильевна передала в музей свои графические работы и эскизы, в том числе наброски ненецких костюмов для ансамбля «Хаяр». Представлены и изделия декоративно-прикладного творчества – куклы. Новым для себя направлением Нина Васильевна увлеклась в 90-х годах. На выставке можно будет познакомиться также с историей создания этих кукол. И рассказывает историю создания сама Нина Васильевна. У нас предоставлены для посетителей видеоматериалы, на которых как раз Нина Васильевна очень подробно, понятно и ярко рассказывает о создании своих оригинальных ненецких кукол. На торжественном открытии экспозиции посетителям представили мини-постановку о том, как маленькая тундровая девочка стала мастером холста и кисти. Но полного впечатления о бескрайних просторах и коренном народе не сложилось бы без завораживающих песен кочевников. Сама художница на открытие выставки «Краски родной земли» приехать не смогла. Нина Васильевна сейчас живёт в Москве. Но, по словам организаторов, она обещала посетить экспозицию и встретиться с любителями своего творчества по приезду в Нарьенмар. Он запланирован во второй половине ноября. И, по словам давнего друга художницы Ивана Литкова, эта встреча, как и десятки других, будет наполнена искромётным юмором и жизнелюбием Нины Васильевны. Тот человек, который в себя выбрал самые лучшие черты немецкого народа. Нина Васильевна удивительный человек, удивительно доброжелательный, удивительно гостеприимный. Человек, который бескорыстно старается помогать всем, кто приезжает с округа. По большому счёту, многие десятилетия уже фактически её квартира в Москве является соебразной гостиницей. Выставка «Краски родной земли» будет открыта для всех желающих до середины января. А в декабре в рамках Дней Неницкой письменности в Краевеческом музее пройдёт праздник, который будет посвящён творчеству художницы. Волшебный мир неницких сказок Нины Васильевны Валейской. Алена Валей, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».